Моус Моус — это охранный медведь и ветеран. Первый из них дает меху щит, а второй уменьшает кулдаун до вызова меха за каждого убитого врага, что позволяет пользоваться железным медведем в каждом бою. Также стоит взять навык экономия, который снижает расход топлива меха. Топливо железный медведь тратит на использование любого оружия, так что три уровня экономии позволит сделать примерно на 40% больше выстрелов. Что же касается оружия для меха, то поначалу можно брать любое сочетание, но как только в ветке диверсантка окажется 5 очков навыков, в оба слота стоит поставить по ракетной установке. Урона они наносят много, а топлива потребляют мало. Этим можно и ограничиться, либо прокачать ветерана до максимального уровня и добавить 2 очка в медведь из нержавеющей стали. Это откроет третий уровень навыков и апгрейд ракетной установки до самонаводящихся ракет. А вот автомедведя брать не обязательно. Искусственный интеллект у меха так себе, много урона не нанесет. Теперь пора заняться самой Моус и начать качать ветку щит возмездия. Здесь все прямолинейно. Бронированная пехота повышает урон и сопротивление урону, пока у Моус не кончится щит. Технологии Владова увеличивают максимальный объем щита и защиту от электричества. Латунное море увеличивает урон за каждого убитого врага. Но главный навык в этой ветке — отчаянные средства, которые увеличивают урон Моус по мере уменьшения ее здоровья. Его нужно брать в паре с тонкой красной линией. Этот навык не дает здоровью Моус восстанавливаться выше определенной отметки, из-за чего она считается раненой, и отчаянные средства дают свой бонус. Кроме того, тонкая красная линия увеличивает щиты Моус, так что ее живучести этот навык почти не вредит. Чтобы закончить билд, остается только добавить два очка в Латунное море, чтобы открыть пятый уровень навыков и взять усиленную обратную связь. После этого при подборе щитов можно не смотреть на показатель задержка подзарядки, потому что усиленная обратная связь автоматически запускает подзарядку после каждого крита. Кстати, после прохождения сюжета открываются дополнительные ветки бонусов, и один из них практически дублирует обратную связь, поэтому со временем можно будет сэкономить на этом навыке. Все вышеперечисленное — основной билд Моус. Эти навыки стоит брать всегда, а вот дальше можно экспериментировать. Например, докачать ветку щит возмездия. Здесь стоит обратить внимание на принцип фаланги, который увеличивает объем щита и наносимый урон за каждое убийство, еще больше повышая эффективность Моус при массовых замесах. Ну а финальный навык — крепкая защита — активируется, как только Моус сбивают щиты, и сразу восстанавливает 40% щита плюс дает бонус к урону. При этом он перезаряжается сразу, как только щиты Моус дойдут до максимума, поэтому картина боя должна выглядеть так. Моус сражается на своих двоих, пока не потеряет щит и не сработает крепкой защитой. После чего она вызывает меха, восстанавливает в его кабине щит до максимума, и все повторяется с нуля. Из других веток прокачки стоит обратить внимание на навык «Облако свинца», который при максимальной прокачке делает каждый четвертый выстрел бесплатным. Причем касается это не только «Железного медведя», но и любого другого оружия Моус. По сути, этот навык увеличивает магазины всех ее стволов на треть. Кроме того, пять очков в ветке бездонной магазины дают возможность проапгрейдить «Железного медведя» перком «Пора выпустить пар», который повышает урон по мере нагрева пулеметов и делает их одним из самых мощных орудий в арсенале Моус. Также здесь можно взять навык «Раздутые угольки», повышающий огненный урон Моус. В целом урон элементами не ее специальность, но огонь тут является исключением. Чтобы продолжить данную тему, можно добавить навык «Экспериментальные боеприпасы», добавляющий 10% урона огнем ко всем критам. Также неплох навык «На высоких оборотах», повышающий скорострельность и критический урон, и «Спецмедведь», дающий бонус к урону, если в обеих лапах «Железного медведя» стоит одинаковое оружие. Наконец, можно до конца прокачать ветку «Диверсантка». Сама по себе она не слишком сильна, но все меняет финальный навык. Короткий взрыватель, с которым каждая пятая пуля взрывается, нанося урон по области и активируя пассивные навыки этой ветки. В частности, череду взрывов, уменьшающую время до призыва меха. Кроме того, здесь есть перк «Протокол молот», позволяющий стрелять из ракетницы «Железного медведя» миниатюрными ядерными бомбами. Что касается экипировки, то в первую очередь «Моус» нужен щит с большой емкостью и высокой скоростью подзарядки, поскольку здоровье из-за навыка «Тонкой красной линии» у нее почти не остается. Также нужно заботиться защитой от электричества. Огонь и кислота щитам почти не страшны, а вот электричество как раз создано, чтобы уничтожать щиты. Впрочем, прокачанный до пятого уровня перк технологии Владова дает почти 50% защиты от электричества, так что если на вашем щите будет еще хотя бы 20% защиты, электроатак можно будет практически не бояться. Выбирая классовые моды, стоит сосредоточиться на бонусах к «Тонкой красной линии», «Очаянных средствах», «Бронированной пехоте» и «Технологиях Владова». А в качестве оружия подойдет любая пушка без урона элементами, либо со стихией огня. Ну и напоследок о том, где найти хорошее оружие. На «Прометее» в зоне «Электро-сити» можно спуститься в заброшенное метро и найти комнату с пятью телевизорами. Если их все включить при помощи кнопок неподалеку, появится босс «Ван Панч», с которого падает однозарядный снайперский дробовик с гигантским уроном. Впервые добыть его можно уровни на 14, и он настолько хорош, что прослужит еще уровни 10. Ну а по завершении кампании, когда станет доступен режим «Хаос», можно вернуться за продвинутой копией и вновь сеять разрушения. На этом мы заканчиваем наш гайд по Моус. Напишите, кого из героев Borderlands 3 вы хотели бы увидеть в следующем выпуске. Посмотрите свежий от винта и не забудьте про формулу. Лайк, подписка и колокольчик. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!